так значит мы сегодня займемся тем что определим условия при котором мы будем видеть интерференционную картину но я уже использовал термин использовал его не определяя аккуратно термин который звучал как когерентные волны когерентные волны вот когерентность можно определять в общем-то по-разному и наверное наиболее осмысленное определение когерентности это волны которые таковы что позволяют наблюдать интерференционную картину то есть если интерференционную картину мы можем наблюдать с помощью таких волн мы их называем называем к гирин если интерференционную картину мы наблюдать не можем с помощью таких волн никаким образом то мы их уже не называем конкретными говорим что когерентность нарушена и исходя из вот это был определение мы с вами можем получить условия на то что эти волны являются конкретными или некогерентными вот эти два эти условия могут быть разделены на два класса один класс это пространственная конкретность условия на свойства волн а второе это временная конкретность два условия пространственная и временная конкретность пространственная конкретность связана с тем что источник является не точечным и для того чтобы наблюдать интерференцию нам необходимо наложить некоторые ограничения на допустимые размеры источник этот пространстве конкретность соответственно можно ввести понятие радиуса пространственной конкретности радиус пространственной конкретности это максимальный размера источника, при которых видна интерференционная картина. Это не совсем точное определение, поскольку при изменении размеров источника сначала интерференционная картина пропадает, а потом, если мы продолжаем увеличивать размеры источника, она снова появляется, но уже более размазанная. Поэтому, ну и дальше процесс повторяется, еще увеличиваем размеры источника, снова пропадает интерференционная картина, еще увеличиваем, снова появляется. Поэтому радиусом пространственной конгерентности мы будем называть минимальный размер источника, при котором максимальный размер источника, при котором интерференционная картина начинает пропадать первый раз. Вот так вот. То есть максимальный размер источника, при котором интерференционная картина видна, но уже собирается пропасть. это будет радиус пространственной конгерентности. радиус пространственной конгерентности обозначают часто либо РК, либо РК. И так, и так, радиус пространственной конгерентности. Теперь второе явление – временная конгерентность. Временная конгерентность характеризуется временем конгерентности. Это время, которое ограничивает моменты, между которыми лучи, приходящие в данную точку, оказываются уже не конгерентными. То есть уже интерференционная картина распадается и размывается. Сейчас поясню. Значит, вот давайте для временной конгерентности сначала посмотрим. Пускай у нас есть два луча, которые прошли по разным траекториям в одну и ту же точку. Вот у нас есть один и тот же источник, он испускает волны. Одну напрямую идущую в точку наблюдения, а вторую идущую как-то по какой-то траектории, например, с помощью зеркала полученное. Два луча приходят в одну и ту же точку. При этом понятно, что вот в эту точку не могут прийти волны, испущенные одновременно. Между ними всегда есть какое-то дельта Т. Ну просто потому, что здесь В на Т1 это Л1, а здесь Л2 равно В на Т2. То есть появляется разность времен. Значит, у нас волны, испущенные из этого источника, для того, чтобы прийти в один и тот же момент времени, в одну и ту же точку, должны быть испущены в разные моменты времени. Ну отсюда появляется дельта Т. Это разность времен, разность моментов времени, в которые происходит испускание этой волны. И максимальная дельта Т, при котором интерференционная картина еще видна, как раз и будет для нас временем когерентности. Дельта Т максимальная, при котором видна интерференционная картина, это Тау-когерентность. Можно обозначить либо ТК, либо Тау-Ка. Давайте Тау. Это будет время когерентности. Вот чем будет определяться Тау-когерентность. Давайте посмотрим. Если у нас происходит испускание волны, волна выходит из данного источника, и у волны, если у нас испускают два отдельных разных атома эту волну, начальная фаза будет друг по отношению к другу совершенно случайно. Понятно, что сумма от случайных волн, пришедших со случайными начальными фазами, в данной точке наблюдения будет нулевая. будет просто сложение по интенсивности. Интерференционный член после усреднения даст нам ноль. Но, если волны испущены одним и тем же атомом, в одном и том же процессе испускания электромагнитной волны, то есть электрон в атоме начинает переходить с более высокого уровня на более низкий. И вот у нас ядро. Ядро. Вот у нас одна орбита. Вот вторая орбита. И вот здесь вот происходит перескок электрона вот сюда вот. С более высокого на более низкий уровень. При этом энергия испускается в виде порции света. Вот отсюда пошла волна. Происходит такой перескок не мгновенно. А вот этот процесс как-то растянут по времени. Ну и можно считать, что сначала почти ничего нету. потом начинается вот как-то излучение. Потом это излучение как-то заканчивается. А вот все вот это вот вместе наполнено вот этой вот волной, которая соответствует разности энергетических уровней. Ну и с точки зрения квантовой, то есть дельта Е равно А с чертой Омега. Огибающие это время перехода? Ну вот это вот дельта Е, да. Огибающие, ну вот это просто вот сначала как бы он не излучал, потом начал излучать. Вот и... Ну я бы не... Время перехода, наверное, время перехода, наверное, все вместе. Вот это вот время перехода. Дельта Т. Это амплитуда от времени, совершенно верно. Нет, вот это амплитуда, а вот это вот, скажем, Е от Т. Вот, например, так. Е здесь напряженность поля. Е, я энергию обозначил вот так вот, а Е здесь будет напряженность поля в электромагнитной волне. Ну вот он начинает излучать, и вот здесь вот происходит довольно много таких амптов. Почему? Ну вот, как казалось бы, вот почему, да, такой вопрос. Ну, да. Ну, пока он висит на одной орбите, ничего нету. Когда он перешел на другую орбиту, уже стабильно, тоже ничего нету. Обе орбиты являются, по гипотезе Боря, стационарными орбитами. Значит, излучение происходит, пока он переходит с одной орбиты на другую. Что еще мы знаем про вот этот процесс излучения? Мы знаем, что разность энергетических уровней – это фиксированная величина, и в атоме она жестко определена и называется квантуется. Эти энергия квантуется, то есть она жестко фиксированная. При переходе между ними происходит испускание монохроматической волны, и у нас эта монохроматическая волна определяется, собственно, гипотезой Планка, что изменение энергии есть а с чертой омега. То есть у нас должно происходить излучение, излучение с определенной частотой. Вот, собственно, это вот частота, которая заполняет вот этот импульс. И этот импульс, сначала его не было, потом он должен появиться. Потом появиться, а потом он должен исчезнуть. Сколько таких вот, таких периодов внутри? Ну, довольно много. В принципе, там, 10 в какой-то степени. Шестой может быть. Здесь довольно много их. Ну, дальше есть какая-то огибающая этого импульса. Она, очевидно, не П-образная. Какая-то более сложная. Самая простая. Какая-то. Не синус, не косинус. Какая-то. Ну, насчет какая-то. Мы ее сейчас хорошо приблизим тем законам, которые используются всегда, когда мы не знаем, что на самом деле. Но что-то нарастает, потом что-то убывает. Какой это закон? Какой угодно. Какой угодно. Ну, как вы знаете. Нормальное распределение. Совершенно верно. Нормальное распределение. Вот мы эту зависимость сейчас совершенно спокойно запишем как нормальное распределение. Нам это пригодится. Нам это пригодится. Итак, пускай у нас вот эта амплитуда описывается нормальным распределением каким-то таким. Единиц делить на сигма Т корней из двух П. Е в степени минус Т квадрат делить на 2 сигма Т в квадрате. Ну, вот какое-то такое. Удобно описывать такой вот функции. Ну, мы не знаем, насколько там все точно, но вроде бы такой функции можно описать вот так вот нарастающий, потом убывающий процесс. Вот. А почему он вообще сначала нарастает, потом убывает? Почему он вообще сначала нарастает, потом убывает? Почему он не может на такое обратное? Ну, вот можно просто эксперимент поставить аккуратненько. Ну, для этого, правда, потребуется разрешение типа пикосекундного, а может быть даже фемтосекундного. Ну, в принципе, вот такая вот колоколообразная кривая, она наблюдается. То есть ее можно получить. Значит, после эксперимента в дальний шок? Ну, да. Ну, а приблизиться примерно вот, вот давайте примерно вот опишем вот таким. Благо, этот закон, ну, в общем-то, довольно хорош. А более аккуратного теоретического, ну, можно, наверное, получить, но нам, в общем-то, не нужно. Чем этот закон хорош, ААТ? Тем, что он позволяет достаточно легко понять, какой будет у этой зависимости, у этой огибающей спектр. Когда у нас есть дельта Е равно H омега, вот эта вот омега, частота вот этой волны, ну, должна быть вроде бы постоянная. Но, правда, есть одно но. Если у нас есть чисто монохроматическая волна, вот совсем чисто монохроматическая, она должна быть бесконечно длинной. То есть идеальная синусоида, у которой одна единственная частота, она бесконечно длинная. Здесь же у нас наложение, ну, вроде бы, какой-то частоты фиксированной. И вот эта вот зависимость амплитуды от времени. Зависимость амплитуды от времени приведет к тому, что у нас из монохроматической волны мы получаем некоторое распределение частот вблизи, ну, вот этой вот данной частоты заполнения. То есть вместо омеги мы будем иметь еще какое-то дельта омега, которую вот сейчас захотим найти. Для того, чтобы охарактеризовать длительность вот этого импульса, у нас будет работать вот этот вот параметр сигма-т. В нормальном распределении сигма-т определяет, ну, или сигма просто, определяет ширину вот этой колоколообразной кривой. То есть чем больше сигма, тем более растянута вот эта вот зависимость. Ну, соответственно, дельта-т будет каким-то образом пропорционально вот этому сигму. То есть можно сказать, что дельта-т пропорционально сигму. Ну, может быть, какой-то коэффициент сигма-т. Какой-то коэффициент, умноженный на сигму. Но если мы хотим, чтобы вот здесь вот содержалось, ну, например, 70%, то мы можем взять 69%. Мы можем взять просто один сигма. Вот. Если мы зададим, что вот здесь вот какой-то уровень внутри 99% от всей площади, ну, там будет примерно 3 сигма. Ну, здесь можно какой-то коэффициент выбрать. Вот эта связь. Давайте посмотрим, что будет с спектром такого вот излучения. Для этого найдем спектр вот этой зависимости амплитуды от времени. Ну, это позволит нам найти дельта-омега. Ну, преобразование Фурье в помощь. Пишем, что, ну, какое-нибудь G от омега, это спектр, будет единицу делить на корень из двух пи. Интеграл от, ну, а от t, а от t, e в степени минус и омега t, d t. И интеграл будет от минус до плюс бесконечности. Вот такой вот. Ну, это обычный интеграл Фурье. У нас был такой. Подставим сюда а, t. Здесь корень из двух пи и здесь корень из двух пи будет просто два пи. Значит, будет сигма t умножить на два пи. А под интегралом мы увидим e в степени минус t квадрат на два сигма t в квадрате. И плюс и омега t, dt. Ну, чтобы такой интеграл взять, давайте вот здесь вот внутри выделим полный квадрат. Полный квадрат. Это значит, что у нас t квадрат на два сигма, так, t делить на корень из двух сигма t плюс какой-то кси в квадрате. Это должно быть равно t квадрат на два сигма t в квадрате. Да, наверное, вот здесь вот без. Это вот так вот. Плюс и плюс удвоенное произведение первое на второе. Это два t на корень из двух сигма t на кси плюс кси квадрат. Вот хотим, чтобы это вот было равно и омега. Тогда кси должно быть равно, так, что-то в уме уже не считается. Напишем корень из двух делить на сигма t. Кси равно и омега. Тогда кси равно и омега сигма на корень из двух. Справился? Вроде да. Подставляем сюда. единица на сигма t корней. Сейчас, может, на 2π. На 2π. Интеграл от е в степени минус т на корень из двух сигма t. Плюс и омега сигма t на корень из двух. И здесь я добавил кси квадрат. Чтобы ничего не изменилось, я должен вычесть кси квадрата еще минус. Значит, будет… Даже квадрат нужно поставить. Давайте поймем, плюс или минус. Когда я возведу кси квадрат, у меня еще будет минус. Здесь, в скобочках, у меня был минус. Надо вычесть, да. Минус. Значит, будет омега квадрат сигма t квадрат пополам. d, t. d, t. Тогда g от омега. У меня получится единица на… Теперь, я хочу под дифференциалом получить такую же функцию. Здесь будет… Я должен записать сюда, делить на корень из двух сигма t, но сигма t у меня уже есть. И умножить на корень из двух сигма t. Значит, тогда будет корень из двух на 2π. Интеграл от минус до плюс бесконечности е в степени минус у квадрат du. И умножить это все на е в степени минус омега квадрат Сигма t в квадрате делить на 2. Вот. Здесь все правильно. Ну, смотрите, мы внутри добавляем с минусом… Там квадрат плюс что-то в квадрате и в квадрате минус минус… Да, у нас должно быть, когда мы даем плюс вот эта штука в квадрате, она вот у нас пойдет сюда с отрицательным знаком, и еще вот это с положительным. Ну, в смысле, это вот с минусом. Так. То есть мы сюда… здесь минус, еще минус будет плюс, и тогда мы должны добавить минус. Теперь давайте вспоминать, что вот это такое. По моему представлению, это корень из π, правильно? Конечно, да. Это интеграл полосона. Поэтому это будет… здесь корень из π, корень из двух. Сигма t – это постоянная, да? Сигма t – это постоянная. Это ширина… ну, как бы, величина, которая описывает ширину вот этого вот импульса. И вот… Тогда единица делить на корень из двух π, корень из двух π, на е в степени минус омега квадрат сигма t квадрат пополам. Что видим? Что спектр нашего гауссов-закона – это тоже гауссов-закон. только у него… вот если его записать вот в таком, в такой же форме, в такой же форме, будет измениться на корень из двух π, е в степени минус омега квадрат делить на 2 сигма омега в квадрате. Вот так вот. Ну, еще здесь какой-то коэффициент, но это нас не очень-то волнует. Ну, здесь чистый гаусс, а здесь гаусс масштабированный. Ну, просто по амплитуде. Но амплитуда нам не страшна. Нам существенно какое распределение получается, какая ширина у изменения частоты. Сколько сигма омега? А сигма омега мы можем сопоставить вот с этим. видим, что сигма т и сигма омега – это величины обратные. То есть видим, что сигма омега равно единице делить на сигма т. т.е. ширина спектра в частотной области, есть величина обратная в ширине спектра во временной. Но если мы вспомним, что дельта т пропорционально сигма т, то можно, в общем-то, не умаляя общности, сказать, что вот заменить вот это вот на дельта т и дельта омега и написать, что… Это странно. А почему? Ну, потому что у нас обычно типа омега… Короче, что там коэффициент 2π постоянно болтается, тут нет коэффициентов 2π. А здесь нету. Странно, а почему? Мы просто ввозим так эту величину или она какая-то разумная физическая… Про что? Еще раз. Омега сигма омега. Так, смотрите, это просто Гауссов закон. Ну, вот посмотрите, вот последнее равенство? Да. Вот вы… Ну, вы просто написали последнее равенство. Вопрос. Как бы… Вот сигма омега – это просто формально введенная величина или решет? Нет. Вот у нас есть какой-то Гауссов закон. Вот Гауссов закон имеет вид вот такой. Причем здесь на самом деле просто сигма. Здесь никакого там сигма т или сигма омега – это не имеет значения. Допустим. Вот если мы Гауссов закон напишем в чистом виде, для частоты, для времени он у нас написан, то у нас получится единица делить на сигма омега корней из двух пи, е в степени минус омега квадрат делить на два сигма омега в квадрате. Это будет Гауссов закон. Вот. Теперь. Что это такое? Это вот точно такой же колокольчик, только по частоте. То есть он означает у нас, что у нас есть вот такая вот штука, у которой есть вот эта вот дельта омега. Хорошо. Ну сигма омега, она связана с этим дельта омега. Но здесь уже частотная область. А здесь вот это G от омега. Значит, если мы сопоставим вот эту и вот эту, это мы вывели спектр, то в качестве сигма омега у нас выступает величина обратная к сигма т. Омега. Ну просто сравните вот это и вот это. Да понятно. Вы просто написали последнюю строчку, как будто вы вводите это как определение сигма омега. Да. Хорошо. Вот есть вот что, это просто определение нормальное. Хорошо. Но теперь мы можем сказать, что дельта омега умножить на дельта t будет величина единицы. Дельта омега, дельта t на дельта t будет единичка. Ну или учитывая, что здесь пропорциональность, мы можем просто задать, скажем, величину порядка единиц. Порядка единиц. Вот это соотношение, которое здесь написано, фактически соотношение между шириной спектра в частотной области и длительностью импульса во временной области. Оно является фундаментальным соотношением для вообще всей радиотехники. Хотите вы сделать практически монохроматическую волну, то есть дельта омега устремится к нулю, вам нужно дельта t, то есть длительность импульса, сделать почти бесконечной. Хотите вы, наоборот, сделать очень-очень короткий импульс. У вас получится практически бесконечно широкий спектр. G от омега это спектр вот этого вот сигнала. Нет, G от омега это как распределена амплитуда в зависимости от частоты. Вот здесь амплитуда от времени, это временная область. А здесь амплитуда от частоты, это спектральная область, ну или частотная область. То есть в волне состоит из каких-то частот. Да, вот здесь вот суперпозиция частот. Причем здесь это не дискретные частоты, а вот непрерывные. То есть из какой-то волны с такой амплитуда корривается какая-то другая. Ну то есть вот здесь вот как бы вот в этом импульсе на самом деле не точно одна частота омега с ноликом, которая вот здесь вот у нас попала омега с ноликом, а некоторый набор волн с частотами вблизи омега с ноликом. И у них разная область? Да. Если мы просуммируем вот все эти волны, мы получим вот такую волну, ну и соответственно вот такую вот зависимость. Вот в дальнейшем из вот этого вот соотношения получится практически фундаментальное утверждение, которое будет одной из основ квантовой механики. Что дельта Е, которая омега, на дельта Т будет порядка А с чертой. Это называется соотношение неопределенности Гейсенберга. Можно я сейчас в очередной раз копаюсь до того равенства? Значит вот вопрос. Вот вы вывели некоторую формальную зависимость, да? Да. До предпоследнего равенства все в принципе ясно. Вот. Какое логическое рассуждение мы после этого делаем, когда пишем с последнего равенства? Еще раз. Логическое рассуждение такое. Давайте заметим, что вот этот вот спектр представляет собой тоже нормальный закон распределения. Но только с шириной равной сигма омега, которая изменится на сигма Т. Сейчас, а вот как мы, вот, почему допустим мы там пишем сигма омега, а не два сигма омега? Потому что нормальный закон имеет вот такой вот вид. Это просто функция распределения. Это выражение для нормального закона. Как мы замечаем, мы просто графики строим, что ли, вот этого? Или что? Как мы, вот вы говорите сразу, заметим, что это нормальное распределение. Как? Еще раз. Нормальное распределение называется нормальным. Если вот это f от, я не знаю, x, просто по определению. Это единица делить на сигма корней из двух π. Это нормирующий множитель. Так. На e в степени минус x квадрат делить на два сигма квадрата. Хорошо. Вот это определение нормального закона. Так. И вот тут, видимо, важно понимать, кто такое сигма. Сигма. Это называется среднеквадратическое отклонение. Да. И если мы построим график вот такого вот закона, то это будет вот такой вот x, здесь x, он будет симметричный. Он будет вот так вот выглядеть. И для разных сигма у нас будут разные такие вот графики. Чем больше сигма, тем более широкий вот этот вот закон. Чем меньше сигма, тем более узкий у нас колокольчик. Ну, можно сказать, я считаю, что это, я понимаю, но... Это же вопрос в видеологического характера. Ты так скажи, почему тогда отсутствие вот этого коэффициента спереди нифига не помнит? Коэффициент спереди, который здесь вводится, он просто масштабирует вот эту зависимость. И коэффициент спереди, который вот здесь вводится, он вводится для функции распределения случайной величины таким образом, чтобы площадь под графиком была бы равна единице. То есть это просто масштабирующий. Здесь нету масштабирующего коэффициента, но это на самом деле не имеет никакого значения, потому что, ну, будет у нас спектр больше или меньше. То есть у нас просто высота этой зависимости станет выше, а ширина ее от этого не изменится. Ну, мы можем умножить на любое, ну, то есть мы можем на какое-то другое число умножить, будет просто повыше или поменьше. Допустим, то есть логическое рассуждение, которое мы проводим, примерно такое, что мы увидели функцию, которая зависит от омега, как е в степени что-то там на минус омега квадрат, порадовались и сказали, что это автоматически нормальное. Да, да. Ну, единственное, что оно не отнормировано, что оно не отнормировано, в отличие от вот этого. Хорошо. Так. Ну вот мы на этом деле получили фундаментальное соотношение для вообще всех вулун. То есть это вот очень существенный фундамент. А теперь давайте мы его применим к изучению нашей коверентности. временной коверентности. Что мы можем сказать? Что если у нас из источника был испущен цугул, ну, вот он вышел, ну и здесь вот как-то пошел. Ну, я его подальше немножко нарисую. Вот он. Вот он приходит вот в эту точку. А цугул, который испущен этим же самым источником, но запоздал из-за того, что другое расстояние, он оказался где-то вот здесь вот. Вот где-то здесь вот. Что тогда получится? Если этот цугул закончится раньше, чем придет по второму лучу... Что такое слово сочетание вы говорите? Что слово сочетание вы говорите? Что это такое? Цуг-волн. А, да, давайте вот назовем вот такую вот ВТ2. Вот такую вот порцию, однократную порцию излучения назовем цугом. Вот его называют цугом-волн. Цуг-волн. Цуг. Так вот... Если в одну и ту же точку придут вот эти цуги-волн, испущенные одним и тем же атомом в одном и том же акте излучения, то понятно, что они будут конверентными. Между ними разность фаз будет определяться чисто разностью хода. Ну, оптической разностью хода. Оптическая разность хода была бы слишком большая? То есть она не должна быть слишком большой, чтобы не получилось так, чтобы один уже прошел, а другой еще не успел дойти до точки наблюдения. Поэтому условие на временную когерентность у нас будет такое. Дельта оптическая должно быть меньше... Меньше. Ну, лучше много меньше, хотя бы просто меньше, чем время когерентности. Чем тау-когерентность. Вот. Умножить на скорость волны. Умножить на скорость волны. Ну, на С. На N. На то умножить? Ну, в... Когда мы пишем дельта оптическая, у нас N на L. Да? Сейчас давайте сообразим. Сейчас в учебниках пишут всегда цену именно того когерентности. Нужно ли здесь показатель преломления? Может, простофайно пишет инвестиции? Дело в том, что мы когда V учитываем, у нас дельта оптическая уже учитывает показатель преломления. То есть там не нужно... Дельта оптическая это то расстояние, которое должно пойти на массу скорости С? Нет. Вот давайте так. L равно V на T, да? А V равно C делить на N, T. Так. Когда мы N перекидываем вот сюда вот, то получаем N на L, это вот как бы то, что у нас определяет дельта оптическая, равно C, T. Значит, дельта оптическая должна быть C на T когерентности, и никаких N здесь не должно сидеть. Вот. Мы еще разговариваем про однородные средства? Нет. Здесь уже не обязательно, потому что если мы в дельта оптической расписываем, это интеграл от N DL по L1 по L2 минус интеграл по L1 от N DL. То есть вот в этом у нас в дельта оптическом может быть и неоднородная среда. Весь смысл этого дельта оптического привести все к одной и той же длине волны и к одной и той же скорости. Вот. Итак. Давайте посмотрим, на что мы вышли. T когерентности – это как раз величина, характеризующая вот эту длительность этого ЦУГА, длительность этой порции. С другой стороны, ее можно найти как единица на дельта Омега. C делить на дельта Омега. С третьей стороны. Омега связана с длиной волны. Омега. Так. Что-то у меня место кончилось. Надо что-то застереть. Например, вот это. Нажно показать их судьбой из одного перехода пришли. Второе. Такое. Собственно, у нас много электронов. Все это. Все верно. Но если ты имеешь два разных атома, которые спустили… у которых два разных электрона перешли с верхнего уровня на нижний, то начальная фаза у нас будет не совпадать у них. Ну, там же много электронов, поэтому есть. Да, значит... Какой-то дельфа или электронов с похожей фазой. Дело в том, что если у нас они будут приходить все со случайными начальными фазами, то после сложения они будут давать ноль при усреднении. А если в одном атоме два электрона перейдут? Ну, будет переходить один электрон, будет переходить другой электрон. Это отдельные процессы. Насчет того, что там переходило бы одновременно два электрона синхронно, это уже какой-то нелинейный процесс, это редкое явление. Видимо, спрашивается что-то такое. Вот есть один электрон, а вот есть другой электрон. Вот один перешел, второй перешел. Один спустил волну, другой спустил вот так волну. Где там усреднение? Если у нас... Так, еще раз рисую этот рисунок. Вот у нас есть источник. Вот у нас одна волна прошла прямая, вторая прошла вот так вот. Да? Здесь много-много атомов, каждый из которых испускает свой цугл волн. То есть здесь вот отсюда. Вот один вышел, еще один вышел, еще один вышел. Их много вот таких. Это от разных атомов? От разных атомов. Начальная фаза у них совершенно не синхронизирована. Сюда будет приходить тоже множество вот таких вот, никак не связанных друг с другом. Естественно, после того, как они все сложатся, на выходе будет нулевой результат. Если они не приходят от одного атома. Что будет, если приходят от одного атома? Значит, у нас вот один атом испустил. Ну, пускай сейчас я нарисую подлиннее. Вот такой вот. И вот он же испустил. Здесь вот вторая часть цена где-то вот. Вот он же испустил вот такую вот. Когда они придут сюда, да, они придут сюда со сдвигом. Друг по отношению к другу. Но этот сдвиг будет определяться, сдвиг по фазе дельта-фи. Он будет равен K2R2. Даже так. К с ноликом сейчас на N2L2 минус N1L1 плюс дельта-омега на… Плюс частоты у них одинаковых, считаем. Пускай у нас еще дельта-фи. Фи 0,2 минус фи 0,1. Вот. Вот это будет разность фаз, волн, пришедших в одну и ту же точку. Частоты считаем одинаковыми. Если вот эта величина является случайной, то при усреднении у вас всегда получится 0. Если же от атома, от каждого, эта величина равна нулю, начальная фаза, то есть у вас испущено одним атомом и прошло просто по разным траекториям, то интерференционная картина будет определяться вот этим вот. То есть идея такая, что испущенные волны должны приходить в одну и ту же точку наблюдения от каждого из атомов со сдвигом не слишком большим, чтобы не получилось наложение волн от разных атомов. От каждого атома тогда будет суммироваться, и от каждого атома мы будем получать либо максимум, либо минимум. Если будет максимум в этой точке, то каждый атом дает здесь максимум. Так ладно, смотрите, вот теперь я представлю, вот у вас от каждого сложилось, но потом они же не все равно вместе сложатся. И все равно 0 получится. Нет, нет. Если каждый атом дает разность схода одной и ту же, то есть вот это вот у нас 0. Первый атом из лыжи. Разность схода от первого атома. Вот это 0, а это какая-то величина. От второго атома случайная фаза будет 0, а это какая-то величина. И эта величина определяется только геометрическими размерами, а на одной и та же. Условие на максимум дельта-фи равно 2мп. Это максимум. Если у нас две волны сдвинуты друг относительно друга на целое число биньбол, то есть по фазе, по фазе это на период, то мы будем всегда получать максимальное значение. То есть все атомы будут складываться в максимуме. То есть в этой точке будет максимум от каждого из атомов. Тогда можно еще раз прикопаться? Вот у нас к 0, она уже зависит от лямбды, тупич от омега. Да. А омега у нас зависит от того, какой именно переход был осуществлен. Ну, между различными уровнями, между двумя уровнями. Да, омега зависит в том числе от того, между какими уровнями. Да, да. Вопрос. А почему тогда, ну, вот у нас есть два разных атомов, в смысле, два разных атомов, которые были исключены от разных переходов, потому что будет разная омега. Нет. И того, от того, как здесь будет максимум 2мп? Нет, нет, нет. Как раз в этом-то все и дело. Если вы имеете переход, ну, скажем, вот у вас есть натрий, он дает переход с одной линии, с одного уровня на другой, и эта линия желтая. Ну, там желтая линия натрия. Там немножко расщепляется, но неважно. Вот омега будет всегда одно и то же. Ага. Короче, мы считаем, что вот в этом вот процессе в нашем не происходит переходов в разные частоты по каким-то причинам. Ну, по крайней мере, да. Да, да, да. То есть, если у нас происходят переходы разные частоты, мы получим спектр. И тогда у нас для какой-то, для какой-то длины волны будет интерференция, для какой-то нет. Вот. Ну, или же интерференция будет под разными углами, например. Вот, какая-нибудь. Мы будем видеть зеленую линию под одним углом, а красную линию под другим углом. Но, опять же, для данной длины волны мы будем видеть интерференцию. Вот мы сейчас выбрали одну единственную частоту и смотрим на нее условия. И вот теперь давайте это условие переведем с языка частот на язык длин волн, о котором, собственно, хотелось поговорить. Давайте вспомним про лямбду. Лямбда это 2Пи С делить на Омегу. С на Т, да? Т это 2Пи делить на Омега получается 2Пи делить на Омега. Найдем дифференциал Д лямбда равно а, нет, мне нужен Омега. Тогда Омега это 2Пи С делить на лямбда. Ну и Д Омега это 2Пи С делить на лямбда в квадрате со знаком минус на Д лямбда. Вот у нас дифференциал Омега дифференциал лямбда. Ну теперь знак минус, который у меня здесь появился, означает, что если у меня Омега увеличивается, то лямбда будет уменьшаться. Увеличение Омега соответствует уменьшению длины волны. Ну и наоборот. В нашем случае мне не важно увеличивается Омега или уменьшается. Мне важна ширина этого интервала. Ширина у нас будет здесь будет дельта лямбда здесь будет дельта Омега. Я могу спокойно поставить модуль без учета вот этого знака минус. Тогда дельта Омега равно 2 Пи С на лямбда квадрат дельта лямбда. Подставим вот его вот сюда. Тогда условие наблюдения интеркартины дельта оптическая должна быть меньше, чем С делить на 2 Пи С делить Пи делить на 2 Пи С 1 2 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 Должно быть лямда квадрат на 2 дельта лямда, у меня Субтитры делал DimaTorzok сейчас секундочку посмотрю что что ты элементарно сделал не совсем то сейчас сверимся так а а а а а вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, у меня чего-то вот здесь вот спи Сейчас, секунду Дельта Омега на Дельта Т Я получил Дельта Омега на Дельта Т Порядка единицы А хотел, наверное, нужно было получить что-то Порядка двух Пи, да? Если двух Пи, правда, у вас Тогда два Пи сократится Тогда два Пи сократится Видимо, это не очень хотите Но по другу Пи мы, собственно, выясним, если это странно Нет, так, так Так Ну вот вопрос про Пи Давайте я пока его оставлю Вопрос про Пи Потому что мне сейчас сходу Либо нужно искать, лезть в учебник И смотреть, где я сделал неточность Либо Либо его оставить и посмотреть Чтобы не тратить время Поискать эту ошибку Самому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да, похоже, что вот здесь вот Я получил единицу слишком сильно Разве там не плюс? Вот здесь вот Да, здесь вот пропорционально Но здесь вот Здесь она в знаменателе, да? А, вот, наверное, вот отсюда все Смотрите Сигма-омега На сигма-т Это величина единичка Единичка Давайте как-нибудь свяжем Дельта-омега И дельта-т Да, я написал пропорциональность Здесь должен быть какой-то коэффициент еще Который связывает Дельта-т и дельта-омега С Сигма-т и сигма-омега Вот этот вот коэффициент Я здесь благополучно не учел Вот Давайте напишем, что дельта-т Равно Ну, некоторой Буковка Ну, да Давай Потом сообразим Я здесь Сейчас напишу Просто как коэффициент Который у меня Позволит Подкорректировать Эту формулу А потом я подумаю Как его аккуратно Сформулировать Я действительно Вот здесь вот Перешел Слишком резко К вот этому Потому что вот это правильное соотношение Абсолютно правильное А вот это вот Вот это уже Должно содержать Вы хотите, чтобы К1, К2 давало Где К Это коэффициент К1, К2 Было равно П Какой-нибудь Хи умножить на Сигма-т Да А дельта-омега Равно тоже Какой-то коэффициент Хи умножить на Сигма-омега Тогда Это нормальный закон Закон распределения Один и тот же Если мы задаем Сигму То Дельта-т Связан с сигмой Какой-то Одним и тем же коэффициентом Вот этот вот Коэффициент У меня Понятно, что Для любого нормального закона Он будет один Одинаков Вот Поэтому Дельта-омега На дельта-т Будет У меня Должен быть равен Хи-квадрат Что вы вообще называете словом Дельта-т Для нормального закона Для нормального закона Дельта-т Бесконечно Строго говорят Да Но мы можем Ограничить Вот этот вот Импульс Каким-то Ну Каким-то Пороговым Значением Потому что Нормальный закон Один и тот же Для любого нормального закона У нас Связь между шириной И Порогом Будет Один и та же Да Но он же Он тут там Не отформированный А Дельта-т Он был отформирован Так А Можно нормировать Нормировать можно По площади А мы можем Говорить Что Ну скажем Доля площади Одна и та же Ну собственно В мат. статистике Так и делается Окей Вероятность Как бы Нахождения Внутри В каких-то Пределах Есть Одна и та же Величина Вот То есть Вот Здесь Вот этот вот Хи-квадрат Который будет Определять Соотношение Ну и вот Теперь уже Более Да Уже Более Предметно Можно Сказать Что Здесь Дельта-мега На Дельта-т Дельта-т Это Хи-квадрат На Дельта-мега Здесь У нас Появится Еще Хи-квадрат Хи-квадрат И вот этот Хи-квадрат Потом Окажется Равным Пи Ну вот Как это Получить Сейчас Ну как бы Сходу Мы же Волевые Это Хи Таки Сами Выбираем Пока Мы сами Выбираем Но Вот Его Можно Как-то Более Более Аккуратно Выбрать Я сейчас Не помню Как Это Делается Но Это Можно Можно Как-то Уточнить Договориться Аккуратно Вот Это Вот Это Если Хи-квадрат Равно Пи Равно Про Это До следующего Раза Отложим Ну а Теперь Если мы Имеем Такое Условие Мы можем Найти Сколько Мы будем Видеть Интерференционных Полос На экране Дельта Оптическая Дельта Оптическая Мы Потом Приравниваем М Лямбда Где М Это Порядок Интерференции Тогда М Максимальная Будет Определяться Условием Лямбда На 2 Дельта Лямбда Лямбда Это Собственно говоря Какое Лямбда Это Собственно говоря Какое Лямбда Это Средняя Длина Длина Волны А Дельта Лямбда Это Ширина Нашего Спектра Ну вот Точно Так же Как и Дельта Омега То есть Мы По Вот этому Закону По Вот этому Закону Мы Говорим Что у нас Есть Какие-то Границы Границы И вот Здесь Либо Дельта Лямбда Либо Дельта Омега Либо Дельта Т И вот Эти Гранички То есть Вот этот Порог Таким Образом Чтобы Здесь Была Сосредоточена Большая Часть Энергии Этого Импульса Вот дан У нас Источник Да Вот дан Источник Не функция Источник Хорошо Источник Да Дельта Лямбда Вот он Испущен Мы говорим Что у нас Есть нормальный Закон Мы говорим Что Ширина Спектра Или ширина По длине Волны Определяется По какому-то Вот здесь Уровне Ну как Доля Площади От Всего Этого Графика Вот эту Доля Площади Мы можем Ну каким-то Образом Стандартно Задать Стандартно Договориться Вот Нет Вот Основная Часть Ну основная Часть энергии Этого Импульса Да Как мы определяем Какая Срединая энергия Возьмите Насколько я понимаю Совсем строгого Такого Определения Нету Наверное Есть просто Договоренность Договоренность Оттверждает Что Мы будем Будем Видеть Столько Тут Хорошо Домой Как решать Задачу Какое Количество Интерферационных Плосс Будет Видно Ну допустим После призма После Глиноаптического Элемента Про источник Сказано Ничего В задаче Ну вот Использовать Вот это Соотношение Причем Здесь Еще Есть Еще Один Нюанс Вот У нас Если Набор Вот здесь Будет Один Максимум Здесь Второй Третий Там Сколько То Здесь Будет Максимальная В одну Сторону И в другую Сторону Столько Же Здесь Будет Тоже М Максимальная Значит В итоге Будет Число Полос Н Равно 2 Максимальная Ну Или же Лямбда На Дельта Лямбда Еще Возможно Что Плюс Центральный Еще Плюс 1 Ну Хорошо Ты договоришь Дельта Лямбда Клянда Скажем Он Хочет 0,95 Ну Вот Дельта Лямбда 0,9 Я увижу М Другой Ну Так Не Работает Вроде Как Нет Здесь Еще Раз Дельта Лямбда Это Такая Шлина По длине Волны Шлина Спектра По длине Волны Чтобы В этом Диапазоне Содержалось Подавляющее Большинство Энергии Нашей Системы Мы Вот Сейчас Здесь Вывели Давайте Может быть Еще По-другому Просуждаем Есть Еще Альтернативный Способ Вывода Когда Говорился Не о Непрерывном Спектре Который Я вам Нарисовал Непрерывная Амплитуда Вот такая Гауссова Нормальный Закон Есть Еще Рассуждение Что Есть Пара Волн С Какими-нибудь Двумя Близкими Частотами Здесь Мы Непрерывно Рассмотрели А можно Рассмотреть Вот Так Вот Здесь Какой-нибудь Лямбда 1 Лямбда 2 Ну Или Омега 1 Омега Вот Здесь Омега И Для Вот Такого Случа Получить Соответствующее Распределение Здесь Тоже Будет Дельта Омега Такого Но Когда Мы Суперпозицию Двух Волн Возьмем У нас Получится Биение Ну Картинка Будет Тоже Чем-то Похожа Но Тогда У нас Выйдут Вот Такие Биения Вот Такого Типа Ну Опять Ж Здесь Будет Какая-то Средняя Частота И Какая-то Ширина Тогда Напрашивается Жестко Зафиксировать Если у нас Дельта Т Вот Такое Дельта Т Будет Такое То Здесь Будет Соответствующая Дельта Омега Будет Вот это Омега 2-2 Омега Один Тогда У вас Будет Жестко Фиксированный Интервал Частот Но Опять же Тогда Не совсем Понятно Что делать Вот с этими Которые Повторяются Вот Здесь Я бы сказала Что прям Глобально Непонятно Потому что Ну Хожу Вот Дельта Лямбда Но Сколько Та Сигм Да Хорошо Ну Три Сигма Это Некоторые Стандартные Ну Предположим Мы взяли Три Сигма Да А вот Мы взяли Допустим Не Три Сигма А Четыре И Количество Видимых Интерференционных Поз Какого-то Почему-то Уменьшилось Увеличилось Оно Так Должно Я понял Какого уровня Интерференционная Полоса Оказывается Для вас Допустима С точки зрения Различиемости Глаза Вот Понятно Вот Этот вопрос Собственно Достаточно Аккуратно Решен И Можно Говорить О О О О О том Что Есть Такое Условие Вот Если у нас Есть Две Полосы Две Полосы Мы Предположим Они Близкие Глаз Способен Распознать Их Как Отдельные Не Замазанные В том Случае Если Здесь 0,8 От Максимального Вот Здесь Единица Здесь 0,8 Тогда Глаз Еще Их Распознает Отдельно Если Уже Это Нарушено То Все Слилось Например Так И теперь Значит У нас Есть И Вот Небелеза Что у нас Есть По-прежнему Потому Что Можно Понять Дектарям Ну Можно Понять Да В каком Случа Мы Будем Вот И При Больших М Уже Не Можем Четко Разделить То есть На самом деле У нас Есть Зависимость Интенсивности От Номера Да Формально Да И Длинные Длинные Волны Да И Высисляем По этому Дектарям Да Радуемся Высисляем Э Ну то есть Если вы Способны Сузить Диапазон Длин волн То вы Увидите Больше Количества Максимумов То есть Если ваш Глаз Способен Увидеть Сколько Максимумов Вот Ему Удается Это Сделать То Уменьшив Диапазон Длин волн Скажем В два Раза Вы Вашим Глазом Увидите В два Раза Больше Максимумов Вот Это Наверное Можно Утвердать Мне До этого Казалось Что-то Понимаю То есть Чем Меньше У нас Диапазон Длин волн Тем Больше Максимумов Мы Можем Разглядеть То есть Чем Более Вытянутый Вверх У нас Спектр В смысле Не вытянутый Бока Скорее Ну В общем Да Так От чего Зависит Вытянутый Вверх Спектра Собственно Так Говорят От чего Он Зависит От чего Он Зависит Зависит Ну вот У меня сейчас На вскидку Есть Вот посмотрите Вот это Кольца Ньютона Вот можно присмотреться Сейчас я покажу Наблюдаемых Какую полоску Ну тоже Полосочную полоску Понятно Полоску С Краком Краем Может быть Мне удастся Еще найти Картинку С Биетризмой Там Очень четко Было видно Все Скажем Мы совсем полосы В жизни Не бываете Где мы Там вопрос Какой Который Может Нормально А в твоих видео, Александрович, это первая задача, а что это за это вам? А мне кажется, искренне предполагалось, что мы это всё знаем. Не знаю. Нет, мне кажется, что это было что-нибудь другое. Просто нет формального ответа на бесконечность, без учёта вот этого. Нет. Почему? Если липина бесконечного размера, то да. Ну, а по размерам призы нам, естественно, тоже ничего не сказано. Поэтому... Может, какой-нибудь эффект исследовать? Может, хотел какой-нибудь географический параметр системы? Типа пазя-пазя здесь. Сейчас. Процесс немножко затянулся, но сейчас мы всё-таки найдём. Хорошую картинку и интерференция на... Бесконечный размер – это не криво. Угол-то. Угол-то этими никто не поменял. Не поменял? Бесконечная думка. Бесконечная... Там ещё получится проблема довольно широкая. Ну, это, в принципе, нас не мешает. Если Ашку бесконечность и тату ставить можно, там, в принципе, никто не... Ну, да-да-да. То есть, вот так сделать можно. В общем, можно завтра Никита Александровича спросить, что же имелось в виду его первые задачи. В принципе, кажется, самый стандартный вопрос, который я ему задаю. Что вы, типа, имели в виду? Нет, если не задавать какие-то вопросы, то там понятно, что нас хотят. Знаешь, Клёш, это фундаментальный вопрос в физике, что же имелось в виду? Вот, посмотреть. Вот картинка. Вот. Вот набор достаточно чётких полос, полосочек. И вот по краям вот они уже начинают размываться. Вот здесь они уже не видны. Вот число полос определяет как раз ширину спектра. Ну, и наоборот, ширина спектра определяет число полос, конечно. И если вы попробовали бы подойти вот к этой же самой работе, но без светофильтра зелёного, ну, там была бы видна одна-две полосы, и всё. А с зелёным светофильтром это уже довольно много, там 6-8 наблюдается. Сейчас, но нет, это эффект, это немножко не тот эффект. Вот. Это эффект того, что мы… То есть мы сужаем немножко спектр, и после этого мы видим… Вот так вот… Нет, без светофильтра у меня нет. Это… Там можно наблюдать только светофильтром, иначе всё размывается. Вот. Светофильтр поэтому поставили прямо внутрь уже оптической системы. Ну, вот так выглядит. Это съёмка камеры просто поднесена непосредственно к окуляру оптической системы. То есть там глаз смотрит через окуляр, ну и видны вот эти вот линии. Так, ну что ж, наверное, на сегодня всё. Временную конкретность разобрали. Остался вопрос вот с этим коэффициентом, но я думаю, что я его в следующий раз вначале проясню. Спасибо. Ага. Продолжение следует...